привет я олеся грузинская вы на канале духи рф и сегодня мы обрадуем вас новыми слепыми за тестами сегодня не просто знакомая для вас компания ну и очень любимая ярослав лена вы видеть друг друга спасибо очень приятно я думаю что зрителям тоже очень приятно знакомить с вами нет смысла потому что вы не просто старожилова душа нашего канала а в этой коробочке новая партия ароматов которые мы сегодня будем отгадывать вслепую я буду их наносить на блотер ребята будут их изучать вслепую и пытаться отгадать что это за аромат или хотя бы назвать его основные ноты ароматы от зрителей ароматы в том числе и от зрителей я видел эту подборку каждый раз все сложнее и сложнее это вы с ними потом разбирайтесь комментарии на претензии к ним но мне кажется что должно быть интересно поехали поехали так и мы сегодня с вами начнем ну давайте вот так обожаю конечно свои вот эти стратегии я сейчас вас вот так а потом вот так вы берете всегда и не угадываешь и так ты пробуешь и ничего не получается ну зато никто еще не разгадал мою тактику открываем у меня есть какая-то тактика я придерживаюсь мощно сладко слепочно хорошечно как-то еще как будто почулисто шершавенько немножко для меня это сладкий ирис прям такой достаточно нишевый он очень нишевый да я говорю у меня у меня очень хорошая ассоциация есть я был летом в питере и там пробовал потрясающий коктейль безалкогольный называется ситро ну если напиток ситротипы на нем сделан такой коктейль безалкогольный коктейль что за извращенство я был со своими младшими братьями вот и он типа 10 типа мандарин при этом лежит ваниль такая сливочная пудра да 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 вот пломбир абсолютно точно потому что он немного сливочный делается на крем-соде она кремовая очень приятный очень хороший супер понятные несмотря на то что я думаю что это ниши я считаю что это можно найти массу поклонников в том числе если любит люкс вполне могут купить себе и вот вот это и носить и радоваться затрудняюсь сказать что это потому что я как мне кажется раньше не встречалась этим ароматом я его не пробовала остается все тоже предположение ниша там мне кажется в пределах тысяч десяти вообще нет никаких соображений кто это мог бы сделать я вот например не знаю понятия не имею вообще у нас есть есть две категории это мог бы сделать кто угодно они или я фиг знает ни одного назвать я фиг знает да понимаю почек может быть это мема какие-нибудь кстати могут быть они в последнее время там забавляются с цветами кстати знаешь если это цветы то и ты вот сказала ирис а я думаю что это все только апельсина какой-нибудь то что у нее то есть такая мандариновая часть такая сладкая и ирисовая ну то что она пудровая такое мускусная рассыпчатая я недавно слушал у мема парфюм который называется граната по моему вот но мне кажется он более оранжейный там четче читается оранжейный характер здесь не так но похоже чуть-чуть на ягодности тебе там никакой не появляется какая-то ягодность пошла сначала был довольно приторный а вот сейчас он нормально да а ягодность быть есть но вот такая типа типа глубики типа вот опять же рассыпчатого ягодного пирога с черникой вот что-то такое может быть может быть я нет я не стану спорить это очень хорошо сделано я бы сказал что это скорее всего не ниша а какой-нибудь может быть люкс путиковый такой не исключаю не исключаю не совсем поняла логику это очень хорошо сделано поэтому это не ниша ниша обычно более как сказать она более подчеркивает точнее не подчеркивает не сглаживает некоторые углы у компонентов блоков они как-то так более выразительно вот а люкс он должен быть такой чтобы ты хотел его носить вот здесь собственно говоря мне кажется ну прям выбыла но все равно произнес это на душу очень хорошо мне все-таки кажется что это нишина я согласна с тем что ты говоришь потому что очень такая гладенькая работа и я как раз сейчас вспоминаю кто в ниши так делаешь что прям вот думаю сижу для меня мне кажется для них слишком сладко он у него есть еще на тему ночи сладкий прям сладкий сладкий значит есть такой нишевый бренд лэнг вот у них там тоже такие сладенькие няшные ровненькие романы вот вот в этом стиле что-то этот бренд точно сильно известен очень классный ирис между прочим надо будет ознакомиться мне кажется от него но это это мне кажется это такой гурманника будем аккуратно это что-то очень сладкое возможно это наследует энджел как-нибудь по-хитрому и тут мы получаем целую пачку вообще возможных парфюмов начинает кэнди прада она другая на липкая была она была на бензоине у нее там карамель такая вот заканчивая там не знаю каким-нибудь пари сен-лоран еще чего-нибудь ну то есть я даже не знаю так чем можно назвать но здесь какая-то какая то есть тема такой маршмеллоу типа и и в этот ситро вот и не как много кто так делает ланком очень любит в такой играться вот вы вот эти вот их трезоры целая куча целый лишь даже более почульные да они послаще поэтому я говорю что я все еще не уверена что это люкс хотя чем больше отдыхаете больше склоняюсь к тому что да наверное это что-то люксовая но меня вот смутил вот этот ирис на старте потому что на старте было прям вот красиво и прям низшего когда вот этот вот на будущее сошел я предлагаю так как это первый аромат долго не задерживайте уже с ним познакомиться этот бренд в основном упоминается в связи с одним и тем же ароматом чаще всего мы вспоминаем один аромат ну как вот есть бакара да только это не бакара у этого аромата да это он открытый метр свет морфин должен пахнуть сиренью она red lights я не знаю два года назад вышел вот носительная в принципе новинка можно сказать а мне прям подмывала сказать икс не луну и не сказал все тогда не считается да я знаю что не считается вот это вот я я знал я нет я кстати этот парфюм не слушал просто думал какой бренд вы не знакомы с ним я кстати не знаю а есть ли какое-то днк у этого бренда потому что я настолько хорошо знаю только один их аромат что я не могу сказать можно ли узнать у них типа три таких популярных или четыре наверное парфюма которые условно говоря их формируют это флор наркотик какой-нибудь ветивер молоко какой-то там как раз свет морфин как раз и что-то там про last in paradise да но я думаю что у них конкретно днк нет потому что у их с ним и есть два настроения вот это мы сделаем чтобы заработать много денег цепкая громкая а вот это вот и пошли значит вот ирис протеклайн который недавно вышел пошла вот это вот моя любимая травянистая господи как же его зовут забыла опять фрэнче фэр до фрэнче фэр абсолютно божественный который так как произведение искусства стоит они мне кажется очень четко разделяет вот это вот мы делаем чтобы денег заработать вот это вот мы делаем вот красиво мы придумали и хотим чтобы это это вот это больше коммерческий чтобы денег заработать на что денег заработать конечно закрываем глаза идем дальше у нас еще впереди очень много ароматов давайте тогда продолжим вот этим ароматом он мне очень интересно уже да мне очень интересно услышать ваше мнение о нем когда я вам покажу когда я вы его будете слушать тоже интересно такой влажный такой мокрый такой я просто поняла что его больше чем пару пшиков на три блотера нельзя делать он прям сейчас у меня горит горит прям трубы прям копченость дым деревяхи эти паленые господа 2000 какой 2005 год со стартом ниши остался позади но кстати говоря чувствуешь в нем проявляется какая-то лен зацепила прям пошла там чувствуется какая-то тут иррациональная сладость типа как вот этот ветиверно-ореховая внутри вот этой вот всей ах я сейчас вдохнул мне аж запершило в горле такое ощущение что ты знаешь баня ты в бане и баня горит то самое чувство когда ты горишь и велосипед горит вообще-то это круто это это очень круто я пытаюсь понять вообще что это в смысле короче это бёрдж кожи и запутил хинолин тут точно лежит прям вокруг еще прямо в какой-то адское количество это типа вот если бы здесь было тубероза с какой-то зеленой темы было бы наоми гудсир но наоми есть кстати прекраснейший лес я тоже хотел про него сказать что они наунили гудсир это какой-нибудь из ее типа у нее же есть пепельный ирис нет ирис там очень спокойный у них и у меня есть коллекции ее абсолютно страннейший лес который как раз вот пахнет горела но мне кажется что лес он поглажа все-таки тот который у меня есть как же что-то там гендер есть этого аромата нет конечно не секс однозначно ниша такая погоди есть еще есть еще одна тема мы вспоминали как раз пока я это не не это цена таранцы а бренд терра что-нибудь хорошо я буду пробовать каждый раз когда натыкаюсь на берчевый парфюм но это прям вот и забутил хинолиновая кожа с дымом со всем остальным я даже не могу ничего прочитать что под ней мне кажется я это знаю но под дней я прям чувствую там ореховый ветивер такой сладковатый ну дорого это прям такая ниша ниша до на сама-то мне кажется что это для бафура слишком ровненько кстати вот если бы олеся не бафор ли это еще где-то вариант есть так хорошо но похоже но поход на прям вот на это там что-то про пиратов у бафора же у создателя бренда моря чуть пираты и так далее вот здесь прям реально такое ощущение что прям в пушке сидишь корабль сгорел немножко да мне нравится его настроение он прям такой громогласный такой сильный в дизель были цвет но это типа профиля ли банди получается типа да но только горела горелый горелый банди копчененький мне это прям очень напоминает лес на он и очень сильно мне касались ему сказала меня еще снова смущает что ее очень мало где в наличии у нее какой-то 17 за 100 носили бы такой нет однозначно нет куда это вопрос другой у меня есть ароматы я найду куда его надеть немного немного о моем образе жизни значит когда я в москве они в петербурге я работаю дома я значит сижу дома а вечером я такая 9 пшиков и гулять по району 7 пшиков бакелиточки хорошо поэтому куда носить ну вот после работы я был ну вот здесь у нас на всех троих два пшика всего ну да мы должны были включить его в самые диффузные ароматы на самом деле теперь мы будем о нем знаете наверняка потому что он становится тише шлейф просто шлейф стойкость да поэтому уважаемые наши там редакторы кто-то кто смотрит кто помогает нам составлять слушай нету уда в пирамиде я вообще прям именно его знаю потому что так знакомо пахнет ну прям уд нет не заявлен ну окей но дерево очень уже есть как вы сказали кожа ладан ну ладно по мне называли но изобутилхинолин и кожа в верхних так ну если в основных нотах а слушай если это изобутилхинолин заявили в верхних нотах то это не не скажу я не смотрел никогда надо фрагу чаще открывать и тыкать знаешь на ноты и смотреть что у нас бывает по такому ну там кстати очень большая пирамида на фраге но не часто она такая прям объемная кожа ладан изобутилхинолин животные ноты масло можжевельника лабданум черный перец серая амбра пачули кедр стиракс фиалка итальянский мандарин и ваниль прям кто такой вот такой список кто это сделал я точно давай давайте посмотрим на этот флакон о точно да 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 это орта париси их стилек вот почему мы его не назвали ты знаешь знаешь вот я каждый раз и так вот типа я даже я сказал сурчинелли да я когда сказал типа носомата и сурчинелли да надо было ортопорисис сказать тогда бы точно попал да ну вот этот кожаный это кстати да он типа про кожу да и там нарисовано сердце вот это вот прямо есть сердце это очень крафтово и бесконечность символ того что будешь пахнуть он правда его вот надо запомнить в подборочку но в другой стороны мы теперь знаем как бы пример ультра интенсивного из бутилхинолина в нишевой парфюмерии типа на случай если люди не знают как он пахнет а что такое из бутилхинолин так ну сейчас подожди еще не нанесла кстати у него настолько бесшумно открывалась крышка и пшик такой был очень красивый прям у предыдущего аромата забавно что тут попшикиваю немножко на твой пиджак перенюхай на всякий случай о какой-то мужской люкс открываем по моему судя потому что до меня вот так вот дошло не а нет нет вообще совершенно другой кислая горько что-то за горечь странная как бензиновая что это такое и разумная какая-то бензиново-резиновая до резина он при этом он пудровый сладкий он пахнет сладкой пудрой курагой и резиной с курагой я соглашусь вот это горечь он какой-то про горклый практически за горечь она мне напоминает что-то такое прям знаешь что это за горечь вот абрикосовая косточка она когда недозревшая она вот горько что тяж челюсть вводит типа ну не цианидная горечь ты имеешь ввиду а именно вот просто вкусовая вот такая она именно она не цианидная она прям вкусовая неприятная сводящая здесь что-то вот тоже такое есть а еще краска для волос воняет есть такое да когда в салоне сидишь на тебе нанести краску такую прям но при этом парфюм очень сладкий пудровый у него есть какая-то такая анисовая сладость и он еще цветочный при этом я бы сказал что горды и все цветочки а вот мне как раз цветочки какие-то маленькие типа асмантуса что-то такое очень очень характерный должен быть я буду удивлен и создать хотя даже здесь этот абрикосовость кстати да может быть может сейчас да у меня краска для волос абрикосы краска для волос абрикосы у меня моя краска для волос так пахнет да обычная такая вот какая-нибудь это я не знаю бренда ну в общем который в магазине можно купить такая обычная краска моя пахнет розовая необычная примерно так же карте все примерно одинаково он как-то расходится он становится слаще тише такой усаживается если у него гендер корей женская чем мужское но непонятно кто такой слушай что за женщина это носит у меня столько разных вариантов может быть я жалю танца может быть что-нибудь ну из чего-нибудь такого непопулярного знаешь типа оля не знаю кажется многовато синтетики для сержа мой мозг расскажи это его стекловать и мой мозг довольно быстро стирает ароматы то есть они у меня как-то не хранятся там в копилке но а все равно хотя бы выдает информацию типа я такое где-то слышал это вот это у меня нет ощущения что я что-то похожее знаю это что-то это что-то что я такого что мы не слышали я такого не помню вообще мне кажется если бы если бы мы знали что это такое я правда не помню похоже она прям опять же сваливается в ваниль и и все и может быть пачули пачули в базе есть для меня это не ваниль пачули а скорее вот эти вот сладющие абрикосы и пачули пришел абрикосов нет очень странно осман тускайся только апельсина столько присутствует станка дают какая-то новость а вот бабы тонко собственно говоря у них же такой марципановый миндальный оттенок наверно наверно он и есть то что здесь больше нее не абрикосов не вишни ничего такого здесь нет значит эту бабу танка кто это мог сделать понять кто-то натворил вообще кто-то мог сделать я даже сегмент затрудняюсь сказать потому что может быть и люкс может быть и ниша ну ас-маркет вряд ли что-то вообще носили ли бы нет а кому бы такое посоветовали а ну людям которые любят нишу такую но вообще она смотри она со временем становится слаще и намного более понятно но при этом сам баланс внутри формулы как бы вот сочетание горечи сладости миндальности какой-то вот этой искусственной абрикосовости которые на самом деле нет ну я не знаю сейчас мы пирамиду потом посмотрим узнаем что это было она в принципе создает довольно необычное впечатление но при этом она вполне понятное приятное то есть вот как бы орта париси вызывает у меня ощущение как бы но не опасности но такой типа если говорить о приятности для меня орта париси более приятный чем вот это да для меня тоже ну собственно говоря мы только что и определили что парфюмерия чрезвычайно субъективно если кому-то нравится такой профиль сколько денег за это можно заплатить как думаете мне кажется за него просят до 12 где-то так я думаю так же слушай а это не какой-нибудь чаще сейчас скажу какой-нибудь мио фушу не какой-нибудь кто это вообще ярослав это берешь это голоса в твоей голове если ты назвал этот бренд который у меня лежит потому что я в этот момент махала головой в камеру говорила не скажет если бы ты сказал этот бренд я конечно офигел очень сильно но его точно никогда не было на наших я надеюсь не вырезать это я знаю парфюм это другое значение ну да ну нет ну это джуб он как-то мы его всегда еб называли точнее уча испанский я была прочитала как хуп да хуп он стоит 3 тысячи это это люкс вообще жесткий причем но он пахнет он да он выглядит как люкс он называется как люкс он но имеют я даже не знаю кстати как это ручка у этого но суть не в этом суть в том что пахнет он вообще не так ну то есть он как бы он не так как ты его помнишь нет нет я его никогда не слушал вот этот точно ты знаешь только да я знаю само название я знаю пирамиду приблизительно мне говорили там вот такие компоненты лежат таком это кстати популярная история в европе так альдегиды цветок абельсина бергамот и лимон на старте сандал жасмин кедр роза ландыш середине бабы танка ваниль амбра мускус пачули а вот а пахнет анималика какой-то в итоге для меня он синтетически фруктовый как будто к остался ну в общем ты не знакома с ним нет нет я про бренд знаю про его существование но я ничего у них не пробовал давайте в следующий раз вот вот эти все а я же знал я никогда не слушал как я мог его угадать я не знаю как и парфюме в принципе а о чем-то свершившимся да окей закрываем глаза едем дальше ну давайте пойдем вот так теперь давайте ну вообще у нас я старалась поставить подборку максимально разнообразную по звучанию и по моему пока это получается они все действительно звучат по-разному открываем здравствуйте мужчина мне кажется я знаю что это я знаю что это повыделываться набить себе цену опять не угадаю нифига кстати говоря это это не погано это не погано но это вот это не погано это пахнет этими мужскими фужерами опять цитрусовый такой альдегидной свежестью ты-ты-ты-ты грэпфрутик да горечь вот я говорю грэпфрут и говоришь полынь мы говорим об одном и том же по сути это вот опять ведро амбраксана дегидромерсинол легкие цветы какие-то типа гидеон вот это вот все вот такой бумагу и она пахнет ну как люкс прям такой люкс выразительные черта у этого интересно вот я могу сказать что это очень традиционно но вот это вот горечь которую ты говоришь грэпфрут в я говорю полынная она меня в этом аромате цепляет то есть я бы его выделила на фоне другого мужского люкс я бы не хотел чтобы у меня так пахнул мужчина потому что он скучно скучновато я бы хотел чем-то он интересным пах вот не зря же я существую вот но если бы он пах этим они чем-то что стоит рядом на полке я была бы не против это хотя бы не оскорбительно звучит ну вот ну вот у меня перед глазами стоит синий фиолетовый флакон даже синий скорее очень темный потому что здесь еще такая морская тема присутствует легка чувствуешь такой марин с альдегидами я вот у меня как бы такая знаешь типа вот есть прада есть значит саваш но саваш жестче он более амбровый он прям такой типа а здесь какая-то такая вот это вот такая лощеность такая слушает не блюдо шанель вау бинго красота такие смог такие сделал это не соврал говорит знает не ну блюдо шанель да это он ну она пахнет ровно так как мы описали это такой хороший люкс альдегидики значит свежесть ты почему например в эту сторону не пошла почему-то его не назвала ну не знаю потому что я не знаю именно эту линейку блюдо шанель поэтому и не звала я вам столько у нас принято говорить шанел чтобы в комментариях больше едем дальше у нас еще впереди пять ароматов и пока мне кажется очень хорошо идем потому что есть даже отгаданный один-в-один но вот этот аромат ох что-то мне подсказывает так давай без спойлеров демотивации пожалуйста где вы взяли этих экспертов почему не эксперт это я так смогу вот я поэтому говорила что чувствую сейчас будет хорошо в нем есть вот это вот болотная тухлость вообще здесь дохренища гальбанума вот прям персиковые материалы персик увидеть в этом эту кусок от господи все нарциссы нет нет нарциссы говнястые нарциссы у нас у всех своя волна короче какой у нас шипер в двадцать первом году вышел все слова высыпались из головы просто я не могу вспомнить ни одного названия герлен какой шипер сделал качайте его качайте я нам на пшикала ему насыпала там я не могу реально господи они пришли с алкоголя на что-то поинтереснее блин реально ощущение что он пропал да он пропал он пахнет про киши мицук простите пожалуйста но это это реально я прям это слово знаешь типа ты такой ну у тебя мозг как-то работает там такая штука которая выбирает слова она такая проезжает по этому месту никак не может взять его это пахнет про киши мицука слушай да вот теперь я чувствую персики и здесь это такие такие с медом каким-то таким водка и даже не с медом а с от этой животной частью меда с вот этой вот отвратительной частью меда можно можно вот с нашего вот этого обсуждения в обложке наши лица но кстати я хочу сказать что мне это нравится ну то есть они они переборщили переборщили можно вот это вот животины можно значит эту бешеную цвета немножко усмелить что-то такое тибетиновое есть но ты бобер мне кажется ну вот либо чья-то струя я чувствую струю но не могу я в струях не очень хорошо разбираюсь пока к сожалению простите недостаточный эксперт в струях животных но вот но это короче такие такие моченые бабкины панталонные просто пачули невероятные пачули здесь еще пачули лежат для меня вообще зеленуха эти стебли жирные гальбанумные и вот это вот все и пачули прям пачули это какой-то зеленый шипр я пачули не чувствую для меня здесь как скорее шипровость вот этим мхом проявляется есть пачули в кормиде а мох есть кедр какой-нибудь кедр есть но здесь мне кажется дофигища меда мне кажется это фрукты и и здесь здесь сто процентов должен быть либо гальбанум либо здесь должны быть какие-то вот эти зеленые цветы что у нас там лилии бывают жирные зеленые гиацинты и жирные зеленые лилии 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 есть лилии есть та и лилии и нарцисс суши наши сега это място на месте а кто у нас табу что лет их полно их же выпускали вот в это вот время там был прям целый дождь и но это весьма куча говна подожди на это получается винтаж я ставить потому что да это винтаж но возможно это не прям винтаж винтаж а то что до сих пор существует и перевыпускается я же человек который сделал нарцисс часто слышу что вот супер и он похож на табу от дана но это не табу отдана потому что они не слушал его от сами нарциссовые духе я никогда не слушал прям вот прям посвящен маск милану нарцисс говорят хорошие но это не маска милану маска милан не могли слава богу он усаживается но для меня он все очень вонючий он про а мне нравится мне так очень что он подпортился если внутри меня ликует он 2000 года выпуска что в нулевых кто-то взял вот это вот сделал это не говоря о винтаже вот это 89 изначально изначально вот такой аромат просто ты когда такое ступу боже слушай мне вот а мне это интересно бомжи а вот кто в нулевых бы решился сделать это но мне кажется то что это люкс но для люкса это супер странное решение в нулевых когда царю лео паркинзо плылает и вот это вот все может это не что это может быть ну а кто вот в нулевых кто у нас артизан погоди а это не какой-нибудь вот этот вот нарцисс отдал артизанов который делал бертран дешафур он арфи я кстати старые артизаны знаю посредственно я новый артизан люблю я тут странный человек но мне кажется у них такого не было это прям шипр шипр а может серёжа нет все же такое не делает я нет нет он 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 шалит но шалит по-другому слушай мы не угадаем что я думаю наверное нет потому что относительно аромата в принципе не самая очевидная марка мы ее ну так чтобы угадать мне кажется никогда не угадал мне вообще в первую очередь конечно я сейчас порадую наших этих это не уорман джейн нет нет у меня в первую очередь ассоциируется с одеждой причем одежду я его очень люблю ароматы есть кстати есть один аромат который мне нравится но в этом аромате странно все вплоть до формы флакона который похожи на что открываем глаза на женский а вот эта вот штучка вот это вот это у элвиса такая хрень была да это похоже на чубчик она мужские гениталии не похоже мне вот эта вот штука вот с этой вот вот нет я видимо плохо разбираюсь мужских гениталии не похоже что это самое странное что почему на крышке почему то есть наклейка типа как надо пшикать как не надо ну то есть это прям инструкция это карла герфельд карла герфельд а знаешь как аромат называется женщина женщина вот так пахнет женщина по его ощущениям мне кажется у него были у него был и типов комплекс женщины видимо была его мать у него и он сделал духи которые носила его маму я честно сказать уже второй раз слушаю парфюм карла герфельда и здесь опять вагон они маленькие у него же вот этот оранжевый который классик мне нравится он тоже очень анималистичный и я не понимаю как это вообще ну в смысле у меня нет это ну да вот она отрывается ну наверно но это странно приклеить поковыряй слушай но это странно понимание женщину разница резиновая эта крышка да она отрывается не отрывай ну все я уже начала это дичь какая-то ну правда и флакон и название все ладно я верну на место хорошо но оно еще что оно такое знаешь такое ощущение что какой-то кусок какой-то игрушки из моего детства реально тяжелое детство ярослава вот теперь оправдывайся я имею ввиду что это какой-то деталь от какого-то этого разбитое какое-то стекло да там что какой-то элемент пазла витража какого-то машинка была какая-то такой хренью или не знаю но очень она очень странная очень странный дизайн вообще наверняка нам посоветовали это зрители я уверен спасибо но с другой стороны мы теперь знаем современный парфюм посвященный винтажному нарциссу такое не часто найдешь 22 года назад это все-таки современный ты думаешь но после моего рождения современный закрываем глаза но я думаю что шутка удалась но мы угадали же все мы угадали правда мы только не сказали что это карл но это было бы странно если бы сказали бы еще что так так куда дальше поедем давайте теперь ну давайте ну какая-то бодуарная история ну как получится там знаете ли может ее нет там бодуарной истории как вам спрей какой-то мне кажется мне кажется просто качественный кстати он стоит десятку по моему вот этот карл вкусненько цитрусовенько ягодинько ягодинько очень малина прям малина 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 такая в сахаре прям реально очень хорош малина предположим что там может быть ялочка пирамидки у меня есть предположение что это это может быть костель баджак red cherry костель бажак у них есть очень симпатичная линейка три аромата там blue pop там не роли и там аромат черри он у меня есть и у кстель баджак божественный спрей просто лучший спрей он дал уж хороший и это очень похоже у меня есть этот аромат я его периодически ношу но с большой коллекции ну мало что носишь прям часто часто но я не выходила в этом году и это прям супер похоже на это red cherry если это не она я здесь еще роза лежит мне кажется да да это скорее личи дали личи или роза допустим так да или пион может быть кстати потому что металли чуть-чуть сейчас вот прям реально и черная смородина есть однозначно я бы сказал я бы сказал но это прямо вот это женский люкс наш любимая роза с смородиной но в другом обрамлении здесь ягоды сверху сладость сверху я не слушал костель бажак именно red cherry я тут недавно делал обзор на его миндаль который да заценил и с учетом того с каким парфюмерами он работает они скорее всего хорошо сделаны вот но я не слышал и поэтому я не могу с тобой согласиться но это от совершенно точно уверен что это люкс и это же наши любимые фрукт чули это сто процентов это фрукт чули потому что пачули такие с базы такие знаете чем пахнет есть набор мармеладок где малинки и живички на хариба мои любимые черные розовые вот ими пахнет на черные же вкуснее черные вкуснее однозначно черные вкуснее хотя они одинаковые да да похоже я даже не буду предполагать потому что я уже зацепилась за эту версию мне в любом случае будет сложно от нее отделаться фланкер трезоры может быть это может быть какой-нибудь и в сен-лоран мон пари какой-нибудь да вот это вот все это может быть сейчас кто у нас еще таким грешит прям с розой чтоб это было прям с розой ну вот вот что-то из этого ну или с этим сравнивают ну вам нравится такой я правильно прям и больше женский 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 люкс ты носила я носил на всякий случай нравится тебе такое нет я хорошо понимаю а мне кажется тебе пойдет дождь такой классный пахнет ты чё я отношусь к тому типу людей которые моют голову грей фланель это на самом деле очень классный бренд который мы очень часто обижаем монталь и каждый раз на в комментариях прилетает до завык заколебали придираться много хороших ароматов у него чем вы докопались это будет маск маск вообще если монталь пишет маск там маск такой что но прям илон но здесь прям хорошенький слушает читать что мы угадали сколько ароматов монталь было они все нам нравились да и они в последнее время кстати очень прикольно это забавно на самом деле но вот этот ощущение что это какой-то очень а мы травмировали творчество было ок потом был период вот это вот вот это кто это какие потому что я надо смотреть по годам за монталь вот как раз травмирована роза с маском этими первым был какой-то я не знаю в числе я кстати тоже старичок 2008 год я к тому что у них сейчас такая широкая линейка что они могли уже спокойно сделать и хорошие да и проходное абсолютно и вот мы об этом мы говорили почему то есть из-за того что мы были травмированными там десятком образно у нас нет желания изучать всю но сейчас после на за тестах нам правда всегда достаются хорошие есть чуть-чуть вот это вот такой вот его удовенького такого вот вайба такого типа знаешь типа или монталь знаешь который как дети по кроконному стеклу прижимаются такие мы такие сейчас разрекламировали да это парфюм народ такой побежал его покупать и там такой этот монталь ваза такая у меня для вас еще есть три аромата я даже не знаю давайте вот этот хочется достать не знаю ой спрей видимо работает хорошо да так защелкивается плотно открываем ну пшик ну он так добротно а звучание такое тихо миша я сразу пойду сцену смотреть тогда просто ему сразу прям нишу или она зависла потому что я это знаю розовый перчик прям сверху да это прям перчона и при то здесь есть непосредственно сама роза роза с перцем и с пачулями так и кто это у нас с перцем и с пачули это знаешь что это похоже запуск был не так давно артизана по моему в прошлом году очень плотно для артизанов артизаны делают прости меня жижа у них обычно они как по прозрачной композиции ну не скажи вот у которой у них выходила там еще такая золотая этикеточка там роза пачули было прям науки поверю но я не гарантирую что это нагрю что что-то похожее но похоже у них был запуск не так давно забыла как он сейчас называется не вспомню но было это роза это роза плюс герань такая бы сказал потому что у нее металличная часть есть ну и и роза видимо тоже такая с настоящим маслом я так сказал пачули до кедр да мне кажется есть едва смолу да да вот 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 есть такая хвой на древес когда на новый год приносит эту елку и или ладан тогда если не кедр то ладан мне кажется что это вот кедр смолистый с хвоей и ну вот был сверху перец такой терпеновый прям 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 пряный ух но кто это у нас мог быть я бы если по на не сватно скатывалась такую какую-то конвенциальную понятную историю сказал что это когда могли сделать но это не они у них такого нет такое слушаю внимательно такое мог еще сделать когда я знаю очень плохо потому что совершенно не мой бренд это еще в духе лорен мазон это кто у нас еще любит эти мрачные розочки это делать господи у меня же их так целый легион у это либерд оранж есть такие да типа того носили бы такое я да да я такое люблю немного похожих он унисекс я думаю да несмотря ни на что ну это не люкс и не бутиковый люкс однозначно это ниша если это ниша то она скорее всего ввиду малого охвата аудитории всегда ставят тебе типа унисекс что ты не ломал голову или ломал однозначно он еще чуть-чуть ягодники такой прям совсем прям легкая кислость но вы по нотам на самом деле сейчас я вам скажу пирамиду кислинка да я теперь тоже нашла вы прям практически все кислинка это бергамот розовый перец на старте есть роза есть ель с алибанумом вот эта твоя хвоя с ладаном алибанум это и слово вот я говорю что ты сказал ладан здесь он заявлен как алибанум это по сути то же самое вот если бы я если бы мы так часто и фост и гриву этот бренд не гоняли я бы сказал что это муажек который я не знаю опять же но у них же лирик там есть и эпик да но это не они хотя хотя вот смотри ладан есть перец есть все есть лирик еще она супер пепельная такая она вот прям как будто присыпанная горелым но вот эта хвойность похоже на вот этот ощущение классный я не уверена ну давай 1900 рублей открывай глаза 47 11 1900 рублей скандинавия обалдеть круто знаю только ну в смысле это же но это колонны подожди но это не я видел несколько аква колония агва нет аква она здесь и они были не интенс а это версия интенс поэтому так хорошо пахнет но это просто вообще находка за такие деньги сколько 1900 рублей так я беру прямо сейчас потому что это пахнет тысяч на три ну не на 30 ну вы уверенно говорили ниша 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 несколько раз вы друг друга как бы подожди но она кто а со скидкой если если вдруг кто-то очень активный пользователь то за полторы можно забрать ценовой сегмент мы поняли что да но аква колония она ну 4711 же ниша выбрана считается нет нет по моему номенклатуру кстати я бы вообще его отнесла если честно к массу ну то есть по знаешь тогда можно так ответить дать демоплатично демократично дипломатично ответим скажем что он в зависимости от страны у нас будет считаться ниши потому что странный потому что не везде есть потому что ну а как по-другому но он в каждом магазине стоит у него такой бутылек вот это ретро офигенный он офигенный на самом деле фурнитура даже не нравится вот его на балдашник крышки где 47 11 900 рублей но до 1900 рублей чтобы купить прямо сейчас не сам при этом флакон прям прям классный и мне нравится что у него маленький формат такое прям реально он типа взялась собой куда-то взять с собой реальный в чемодан сумма куда угодно типа наравне с амуажами да согласно просто открытие это классно но у нас еще есть ароматы несколько по моему два осталось поэтому давайте уже прежде чем драться за 47 11 в конце этой съемки давайте еще хорошая сегодня подборка мне прям тоже нравится подборка классная так ну давайте я все еще жалею что не назвал ортопориси вначале этот аромат мне очень нравится прям по настроению открываем то есть ты знаешь что это взорвало не совсем у меня с ним ассоциации это что-то шампунь и мыльные это что-то шампунь и мыльная это в духе ланван дарпеш вот это вот как же икла дарпеш ну может это вообще и он какой-нибудь вы сейчас все расскажите а я потом скажу что у меня сильно ассоциируется вы пока говорите что вас там шампунь фруктиз здесь цветочки вот эти вот водяные опять же фрезии магнолии эти скажи мне которые висят которые висят вистерия которая на самом деле глициния до глицин похоже на глицерин назову называй вистерия это вот опять вот эти вот кущи над которыми чайная такая тема бергамот тут сверху я сверху лежала цветы дать гидиона 5 дров чтобы летела прям чтобы летела но это же классическая прям конструкция нулевых возьмем прозрачных цветочков до фруктиков и значит сделаем так чтобы поднималась повышен это вот это фруктовая цвет фруктово-цветочная девчачья водичка это может быть это может быть опять же эти яблоки дикингой это могут быть не сейчас у меня докуда крикивается мускус из базы такой типа такой я тут есть кивен кляйн может быть хотя они обычно так они они как раз вот мне просто кажется что-то нулевые а в нулевых кляйна не делать что типа и фаре это раньше что-то плотнее делали это потом они такие да но потом но сначала там начинали они сики one который одеколон ну да да такой и там типа чайный аккорд опять же кстати ценовая категория какая у него да немного он будет стоить я думаю но тысяч до восьми до восьми но это типа у нас считается не не демократический люкс и поставил я поэтому да снижу наверное носили бы такой нет я думаю что он слишком просто и это девчачьи думаю что нет я тоже не стала хотя для меня это просто функциональная парфюмерия когда не знаешь чем политься побежать но когда у меня огромный шкаф белые белые вот такой водянистый такой персиковый не сладкий асматусовый а вот эти белые ты сказал фруктис шампунь а я когда первый раз его слушала у меня пена для ван дракоша полезла но смысл в том вот в этом предпринятие ванны это бена какая-то это вот это вот все ну прям такой до шампунистая но это можно угадывать кстати у меня знаешь какая ассоциация не с пеной для ванны а с помолив мой нежный гель вот это вот типа с орхидеи персик маракуйя черная смородина мускус цитруса мне очень нравится его стайл он почему-то у меня про серфер это мандарина да ой я вообще даже забыла про а парфюм называется майами и он почему-то мне напоминает какой-то серферский вайб ну видимо майами пальмы когда форма такая он еще он 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 кстати правда очень эстетично я хочу отдать должное дизайнеру бакона нетиповая форма и сочетание цветов голубой с оранжевым и с серебром офигенно 2 200 он стоит отработал вообще просто за два типа за себя из этого сочетание прикольная бирюза с оранжевым за себя из этого классные метр какая-то трубочка не нравится но 2 200 да я попрошу ну это это женский считается на фрагрантике написано для женщин ну да я к тому что я считаю что это идеальный вариант для девочки вот тут 14 лет 15 типа знаешь типа не маленькая фея духи первые а первые духи типа какие выбрать вот такие потому что все равно на ранних этапах ну так в выхолощенной истории это типа знакомство с тем что можешь пахнуть чем-то еще чистым кроме себя самой нет смысле за пределами ванной потому что обычно там принимаешь душ да у тебя все это остается а тут ты еще и на себя надеваешь такой же дух но мне нравится что у него никто не считал его прям как классный аромат но при этом почему-то настроение у всех от него позитивно какой-то вайп у него такой реально легкий приятный и кайф это свернут у меня это что-то вонючая закрываем глаза у нас еще остался последний аромат я вам оставила напоследок я вот не знаю только что выяснить потом то ли что-то очень странное то ли что-то очень знакомое то ли очень хорошее то ли не очень сейчас разберемся сейчас поймем открываем какие почули такие они вот знаешь и с подвальчиком и шоколадиком и вот все сразу и пластиковые чуть-чуть чуть-чуть но не критично и немножечко сладенько слони очень сладенько сладенько причем сладенько именно алкоголь на сладенько но и орехово если бы она была слушая это не black or hitler нет 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 она она должна быть орхидея там должна быть туберозная часть кстати говоря в black это она какая-то они они нисовая она нисовая это что за нота такая расскажи мне я такую не слышала я плохо последний аромат держись все я бы ты сказал том форд я прицепилась black or hit хотя black or hit меня очень бесило и всегда сколько здесь есть вайп и тома форда и гуччи вот здесь лежат вот эта пластиковость но это мы уже знаем что это не ботега винета да разумеется почему потому что в прошлый раз мы с Денисом ее не угадали а вдруг ее еще раз положили нет 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 она сладь она здесь еще как это вот знаешь вот это вот понабрали отсюда отсюда и положили какую-то вот такую то ли розу то ли что-то еще такое вот ну с каким-то оттенком винтажа видишь опять вот какая-то тут бесявка есть да может это и медовая медовая часть розы вот что меня бесит видишь такая роза такая вот да вот эта вот сладость какая-то поэтому я это называю моченые пачули простите мочули да мочули да потому что они очень влажные и их недостаточно утопили в мускусах и в сладости чтобы они были прям ну вот как у Тома Форда собственно говоря это такой вот пачули нуар Каролина Эррер или пачули миднайт у них был такой парфюм в их правит коллекшн какой-нибудь мунлайт пачули ванклиф и апре там я не знаю что-нибудь такое вот с пачулими в главной в главной роли короче люкс так слушай нет это не блэк орхет но у них же есть у Тома Форда в белом флаконе пачули уайт пачули уайт пачули ты помнишь их? я очень смутно но вот ты сказал Форда и все я прям втепил что кажется это где-то форда хорошо если это Том Форд то это может быть какой-нибудь парфюм из коллекшн нуар которая которая вообще вся вокруг пачули а если не Том Форд если это не Том Форд то это я так оживился потому что люблю пачули а если это не Том Форд то это ну вот я говорю вот у меня прям вот я грешу на Каролину Эреру были у них прям целая коллекция была посвящена пачули по-моему или во всем случае несколько парфюмов точно вокруг них ходили и вот там я такое видел знаешь когда хватило денег на хорошее пачули масло и подсветить это так чтобы ну не конвенциально ну ботиковый люкс все-таки все дела вот но при этом чуть-чуть мочоненько чуть-чуть не докручено чуть-чуть вот как-то жиденько такое вот бренд точно вам знаком это однозначно может просто какой-нибудь Лоран Мазон я не знаю пачули точно конечно же есть здесь ну конечно мне кажется это люкс или ботиковый люкс а мне кажется что это какая-то прям распространенная ниша из серии там я не знаю скажи мне какой-нибудь Black Phantom нет Black Phantom по-другому совершенно пахнет он шоколадный вот это вот все Ксерджев Ксерджев больно хорошо для Ксерджев вот я я не решила воздержаться от этого комментария что о них обычно хуже а это реально но ты бы сказал нет оно помадное оно в итоге становится помадным это прям люкс ну точнее ботиковый люкс однозначно я прям вот прям грешу на это а кто это не то хотя если это не форд то я не знаю ой все дорухнуло я не думаю я думаю что если это не форд то это скорее всего ниша но ниша какая-то супер популярная вот популярность на уровне брендов байреда вот туда я не говорю что это сделал байреда блин не знаю ну Олеся бы уже достала мне кажется Олеся читает ноты которые написаны прямо на парфюме прямо на парфюме а прямо на парфюме пишут бутиковые линейки я знаю что YSL пишет прямо на парфюме в верхних нотах бергамот апельсин цитрон так ну цитрусы так в средних нотах роза и жасмин и база пачули мускус и промене а это кстати не кучи какие-нибудь из их садов алхимика мне кажется это не сады они там столько всего выпустили нет нет я и написано это все огромным шрифтом прямо на половину флакона кто же это так делает ну YSL вроде пишет мне кажется это не очень красиво но это ну ланком бутиковые пишут ну я сказал ланком ну да ладно не стану ааааа вот я же говорю что ниша какая-то супер заезженная да 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 парфюм де марли парфюм де марли ну это прям их стилёк да и стразинка такая тюм-тюм-тюм-тюм о господи и кисть и стразина там приветики вообще со всех сторон и оно такое золотое зеркало просто такое филипп киркоров добрый вечер да просто ну пока подождите достаточно ли это красиво достаточно ли это цыганский для меня да 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 не хвыхает не хвыхает не хвыхает каких-то стразиков я говорю внутренний саратов ликует не настолько великолепно как я это не сознательно ну кстати в твой лук сегодняшний посмотри все золото золото на самом деле эти кисти бесявые потому что эти кисти выглядят как игрушки для кошек такие Веном привет а сам флакон похож на кусок мыла да типа знаешь камэй а написано у нас тут так все крупно потому что это тестер на тестере не будет вот этой наклеечки я опять отрываю забери забери скорее сейчас расковыряю все здесь ну мы бы не угадали я на самом деле этот не слушал но это прямо такие вот а как он называется дарси дарси да это был последний аромат поэтому мы можем подвести итоги в сегодняшнем выпуске есть три явных фаворита во первых есть один аромат который отгадан в десяточку причем практически по моему сначала блюдо шанель ярослав отгадал и два фаворита которые удивительно и прекрасно и удивительно и ужасно причем и с тем и с тем вы по моему не были знакомы да лагерфельд со своей женщиной что это за женщина такая конечно будет нас еще преследовать в кошмарах всю оставшуюся жизнь мы так и не узнаем наверное потому что к сожалению карл несколько лет назад покинул этот мир и больше нам не расскажут что это за женщина такая была и 4711 со своим одеколоном это конечно за 1900 рублей удивительно просто который вы несколько раз уточнили что ниша ну это точно ниша это прям больше десяти тысяч даже вообще сомнений никаких я обожаю когда конечно наши слепые за тесты открывают там такие интересные ароматы а ссылки на все ароматы в том числе на 4711 вы найдете в описании под этим видео там можно перейти прочитать подробное описание отзывы и цену на сайте духи.рф там же есть ссылки на социальные сети сегодняшних ведущих а лена твои главные впечатления сегодняшнего дня меня конечно очень удивил 4711 потому что это прекрасно и недорого я забираю потому что антикризисный вариант просто вау ну и что-то во мне знаете проснулось вот это я все время говорю что я миновала стадию горящих помоек но она меня настигает это знаешь это вот как тихие тихие девочки которые всю жизнь были тихие такие какой-то все я все тяжкие я ни на кого не намекаю а у меня такая хрень с вот этими духами горелой помойки оптимально хочется прям Ярослав так меня впечатлил на самом деле я вот как снила тебе понравился внезапно почему внезапно я прям вот я сказал он мне пахнет ситро этим коктейльчиком таким я прям вот вот эту сладость сочетание мандариновой си пудровости такой вот прям инфантильности я бы сказал я давно искал такой парфюм а вот у меня теперь и не то что буду его носить нет но то что это хороший ну заберу на всякий случай у тебя как-то по стилю подходит залезь посмотри на меня просто такой в этом пиджачке с этим и кснила тебе по стилю золотой парфюм Демарли мне на самом деле прям забрать забрать я бы взяла 4711 просто чтобы всем в моем доме говорить а вы знаете а вот это 1900 рублей ни за что не поверить это очень классно и ради интереса носить вообще все ароматы кроме вот этой женщины странной сегодня были приятными по ощущениям да какие-то более интересные какие-то мнения но они однозначно были приятные и кожа на какой-то день вот эта горелая классно и на удивление хотя странно я бы никогда не надела на себя шампунь но почему-то вот ощущение от него какие-то детские восторженные такие ну и манталь сегодня нас опять же не подвел спасибо тем кто продолжает советовать нам манталь да вы видите продолжаем восхищаться удивляться открывать новые ароматы благодаря вот этим подборкам потому что все еще мы не не решимся подойти к корнеру но с удовольствием изучаем на слепых затестах спасибо тем кто советует спасибо лена ярослав до встречи в следующих выпусках всем пока